На берегу озера около санатория Шинник собираются юные любители судомодельного спорта со всех уголков страны. Представляют радиоуправляемые модели военных и гражданских кораблей, гоночных катеров и яхт. Самое зрелищное – ходовое состязание. Семь команд, а это около 50 участников, демонстрируют искусство пилотирования. «У нас есть достаточно разные модели, начиная от моделей с двигателем внутреннего сгорания. Также есть модели, которые точные копии настоящих кораблей. И, как правило, модели готовятся от полугода и до двух лет строятся». Гомельчанин Николай Кавганов с улыбкой на лице вспоминает, как пять лет назад вместе с другом пришёл на занятия по судомоделированию. Масштабы до сих пор впечатляют. В республиканских соревнованиях кандидат в мастера спорта принимает участие уже в третий раз. На создание контейнеровоза уходит много сил и времени, но результат того стоит. «Скорость у него приличная. До 20-25 км в час развивает скорость. Угол поворота 90 градусов». Эстетика демонстрации. Важная часть соревнований – стендовая оценка моделей. Здесь учитывают каждую деталь. Проверяют качество изготовления, соответствие чертежам, по которым выполнена сборка. К слову, все расчёты спортсмены делают самостоятельно. Всего представлено 14 кораблей. «Если, скажем, тот же самый леер, он находится на высоте у человека примерно по ГОСТу – это 800 мм, значит, в масштабе вы переводите в масштаб и в этом масштабе вы должны сделать высоту этого леера и толщина леера должно в этом масштабе быть». В Бобруйске искусству судомоделирования обучают в Центре дополнительного образования детей и молодёжи. Такой увлекательный вид спорта формирует усидчивость и аккуратность, развивает творческое и логическое мышление. Кроме того, ребята при создании малых копий знакомятся с большой историей кораблей, что значительно расширяет их кругозор.